Моя квартира находилась вот здесь, на третьем этаже. Она была угловой, окна выходили. Два окна выходило вот сюда, и два окна выходило вот на лес. Хотел проехать мимо дома, а проехал мимо развалин. Вместо окон и стену Алексея лишь приятные воспоминания. Дом, в котором мужчина прожил больше 20 лет, снесли без его ведома. Причем мужчина не единственный собственник. Две трети жилья принадлежат его матери. Целая эпоха ушла в моей жизни с этим домом. Может, и к лучшему, конечно. Многоквартирный дом на Кутузова, 12, признали аварийным почти 10 лет назад. Однако обещали снести его только в следующем году. Процедура затянулась из-за несогласия собственников с оценочной стоимостью своих почти 40 квадратных метров. Этим летом последние жильцы съехали, а Алексей получал компенсацию на арендуемое жилье 9,5 тысяч рублей. Вот только решения суда по выплате стоимости квартиры еще нет. А теперь нет и самого объекта. Я считаю, что это неправомерно, это незаконно. То есть в случае, если договор с моим арендодателем будет расторгнут, мне со своим имуществом, по факту некуда будет даже приехать. То есть если был дом, я мог как-то, ну то есть это была моя территория, это была моя площадь, я мог что-то хранить, усилить как-то дверь. То есть это было мое. Теперь по факту здесь остались только руины. В комитете по жилищно-коммунальному хозяйству города поясняют. Деньги будут. Однако такой ответ мужчину не устраивает. К слову, не только Алексей считает снос незаконным. Нужно обратиться с заявлением в указанные ведомства, которые выступят в защиту его интересов. Комитет следственный может проверить на преступления, признаки наличия преступлений. Прокуратура, в принципе, может провести прокурорскую проверку и в ходе надзорных мероприятий установить, имелось ли нарушение закона и нарушены ли права. Я, как специалист, как юрист, полагаю, что нарушения закона имелись. Теперь мужчина стучится во все инстанции. От районной полиции до городской администрации. Почему дом снесли, не дожидаясь намеченного срока, ответили власти. В адрес комитета жилищно-коммунального хозяйства неоднократно поступали обращения граждан на обухудшение технического состояния несущих конструкций данного аварийного многоквартирного дома, а также падение частей фасада на пешеходную дорожку, которая расположена рядом с данным домом, что является угрозой жизни и здоровья граждан. На сегодняшний день Алексей и его мать продолжают бороться за справедливость и ждать повторную оценку уже несуществующего жилья. Заявления, написанные в прокуратуру, следующие направятся в краевой следком. София Иценко, Дмитрий Денисов. День с толком.